Севастополь Подробности в следующем сюжете. Севастополь 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 Надежды появились, слава Богу. Надеюсь, что будет все хорошо. Таким образом, ожидания сторонников Севастопольской организации партии «Единая Россия» в том числе связаны с новым главой города Дмитрием Овсяниковым. Севастополь 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 Обстранисл Поздравить Юрия Бурлака с завершением такого необычного путешествия пришли члены правительства Севастополя, Олимпийского комитета города, общественники и просто неравнодушные горожане. Действительно, вот это событие, оно является достаточно знакомым для города Мы связаны с морем, это база Черноморского флота И то, что вы связались с Сочи с Севастополем, особенно, еще раз говорю, в этот период, для нас очень знаково Поэтому позвольте от имени правительства поздравить вас, поблагодарить вас за подвиг, гражданский подвиг, который вы совершили Пожелать вам здоровья, новых свершений Ну а мы будем за вами следить, и я думаю, что мы уже становимся побратевами, да? Вы как севастополец! Спасибо вам! Спасибо огромное! И позвольте эти цветы вручить все-таки не вам, а вашей супруге, которая вас поддерживает В середине 90-х Юрий сильно повредил себе спину Даже после двух операций мог передвигаться только на костылях Один из специалистов посоветовал ему плавать с нагрузкой Мужчина начал регулярные занятия и справился с недугом Представьте себе, у человека была травма позвоночника Человек по своей методике себя поставил на ноги И совершает заплывы 600 километров, 600-500, 670 сейчас То есть показывает, во-первых, пример долголетия, это раз Пример здоровья, плюс к этому еще вместе с супругой Такие люди, как он, это пример для всех Я думаю, чем шире мы будем это освещать, тем больше будет подобных примеров Юрий Бурлак рассказывает, изначально планировал взять с собой в напарники друга Но после того, как товарищ отказался, уговорил на столь необычное путешествие супругу Это произошло совершенно спонтанно Он говорит, поплывешь со мной? Я говорю, ну-ка, поплыву А когда села в лодку, первый день я лежала пластом вообще Думаю, боже мой, на что я согласилась, на что я подписалась Это в связи с скачками Но ничего, на третий день я уже чувствовала себя как дома Уже обосновалась, уже готовила все Останавливаться на достигнутом Юрий не намерен Говорит, в следующем году планирует провести еще один длительный заплыв Ой, у меня планы, громадел У меня турмаз домашний есть, который не знаю, разрешит мне еще сделать или нет Мы уже посмотрим по этому самому Планы не всегда в голове крутятся Есть мечта, допустим, по Средиземному морю вот так долбануть, удивить мир Сказать, о, русские, что могут, а? Арсений Ковалевский, Александр Листопад, информационный канал Севастополя 25 августа в Севастополь прибудут мощи святого воина Федора Ушакова, адмирала российского флота Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил благочины севастопольского округа Сергий Халюта Наш город станет последним пунктом крестного хода, в рамках которого мощи и привезут во Владимирский собор в Херсонесе Проводят его в честь празднования 15-летия прославления в лике святых праведного воина Федора Ушакова И 320-летия создания российского флота Стартовало шествие еще 5 августа от Санаксаракского монастыря в Республике Мордовия, где и покоится Федор Ушаков Далее путь проходил через Рыбинск, Санкт-Петербург, Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар, Новороссийск и Керчь 24 числа мощи привезут в Симферополь, а 25 числа в 16 часов их встретят в Херсонесе После чего во Владимирском соборе будет совершен крестный ход 27 августа реликвию перевезут в усыпальницу адмиралов Обратно в Санаксарский монастырь мощи отправятся 30 августа в 12 часов дня Будут принесены мощи праведного воина Федора Федоровича Ушакова, адмирала флота российского Святого, который единственный из всех наших прославных адмирал нашей церковью Причислен к лику святых Святой, который трудился здесь на Севастопольской земле Святой, которого называют воин непобедимый, адмирал непобедимый Человек-военачальник, который не проиграл ни одного сражения Церковь его чтит за его подвижническую жизнь, именно как христианина Не принимая решения о канонизации, рассматривали в жизни не только его победы Не только его труд неистовый по защите наших рубежей, нашего Отечества Но и прежде всего, конечно же, его жизнь, жизнь праведного человека Я еще не помню такого события, чтобы полностью все мощи святого Были принесены в пределы той или иной епархии В связи с проведением крестного хода 25 августа в городе будет частично перекрыто движение Ограничения введут в соответствии с постановлением правительства Севастополя С 11.30 до 14 по улице Суворова от улицы Марата до улицы Воронина, а также по улице Воронина С 13.30 до 17 перекроют движение всех транспортных средств, кроме общественного От архитектурного знака «Город-герой Севастополь» на Симферопольской трассе До поста ГАИ в Анкермане От Ялтинского кольца до поста ГАИ От кольцевой развязки «Оного центра» до Ялтинского кольца Также движение в это же время будет перекрыто на улицах Мельника, Багрия, Герой Севастополя Вокзальная, Портовая, на троллейбусном спуске, на площадях Суворова и Ушакова На улице Ленина, проспекте Нахимова, площади Лазарева На улицах Большая морская Адмирала Октябрьского Площади восставших, улицы Пожарова и улицы Дмитрия Ульянова С 15.30 до 17.30 25 августа будет перекрыто движение всего транспорта по Древней улице К 16 часам мощи Федора Ушакова доставят в Херсонес Должностные лица Первой городской больницы попали в поле зрения Следственного комитета Медики подозреваются в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает пресс-служба следкома Установлено, что в октябре прошлого года Первая горбольница и ООО «Транспортно-строительная компания-1» заключили гражданско-правовой договор Подрядная организация обязана была выполнить капитальный ремонт помещений городской больницы Согласно актов приемки, подписанных главным врачом городской больницы и директором подрядной организации приняты работы на общую сумму 39,5 миллионов рублей Деньги перечислены на счет подрядной организации По результатам экспертного исследования стоимость невыполненных работ, указанных в актах приемки составило порядка полутора миллионов рублей В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия направленные на установление всех обстоятельств произошедшего Расследование уголовного дела продолжается Детский взгляд на государственный символ Школьники из села Орлинное нарисовали российский триколор Тематический урок изобразительного искусства для ребят из сельской зоны приурочили ко дню флага России Материалы для творчества юным художникам предоставил благотворительный фонд Корсунь Подробнее о мастер-классе в репортаже Анастасии Синицы Три красочных линии и на бумаге буквально на глазах появляется российский триколор Обязательное условие, он должен быть на каждом детском рисунке О том, когда возник один из символов государства И какой порядок расположения его цветов верный Орлиновским школьникам рассказывают педагоги по изобразительному искусству Тематический мастер-класс для ребят из сельской местности приурочили к дню государственного флага России Четвероклассница Ксения посвятила рисунок родному Севастополю Над которым два с половиной года назад поднялись трехцветные флаги Я нарисовала флаг России и нарисовала березку Березка – это главный символ России, главное деревце Я очень горжусь своей страной, потому что, ну, когда мы были на Украине, мы могли, чтобы у нас была война А так и нет войны И я очень рада, что Крым соединился с Россией Изображали не только государственные символы, но и национальные костюмы, пейзажи, предметы быта Тем, кто сомневается в собственных силах, в помощь готовые шаблоны, которые остается только раскрасить Одним из таких воспользовался девятилетний Артем, получилась разноцветная матрешка Матрешка – это древняя игрушка, в которой играли наши предки И мы сегодня с ней играем И я ее нарисовала на фоне российского флага Уроки живописи для сельских школьников второй год подряд проходят при содействии благотворительного фонда «Корсунь» По программе «Наши дети» сотрудники организации оказывают поддержку творческому развитию ребят из удаленных районов Сел Хмельницкое, Гончарное, Черноречие и других На мастер-класс юным художникам из Орлинова предоставили комплекты для рисования Мы для детей предоставили краски, гуаши, акварели, кисточки, бумагу И, конечно же, различные карандашики, эластики Словом, все то, что им понадобится для того, чтобы изобразить на листе бумаги Главный символ нашей Родины – это российский флаг Здесь много деток из многодетных семей, талантливых деток И мы считаем, что это направление нужно развивать Поскольку где-то у них может быть меньше возможностей посещать различные кружки, мастер-классы Мы стараемся их поддерживать, стараемся оказывать им всяческую помощь, уделять внимание Орлиновский центр культуры – это не один орлиновский дом культуры Это пять учреждений клубного типа, которые расположены в Байдарской долине, в прекрасной долине И нам бы хотелось, чтобы ребята, которые в сельской местности проживают Занимались этим замечательным видом искусства, изобразителем Мы действительно чувствуем реальную поддержку этого благотворительного фонда Это замечательная организация, мы уже не первый раз с ней сотрудничаем Поддерживать талантливых ребят благотворительный фонд планирует и дальше В октябре проведут конкурс для воспитанников ДДЮД и художественного лицея Победители распишут стены трех детских поликлиник Гагаринского района Кроме того, до конца года Корсунь планирует принять участие в открытии школы изобразительного искусства в Гончарном Анастасия Синица, Деливер Меджитов, информационный канал Севастополя Виват – российский флаг Творческий конкурс под таким названием провели во Дворце детского и юношеского творчества В течение часа участникам надо было нарисовать свое видение России Обязательное условие изобразит триколор Победителей наградил заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Белек Старт ровно в 16 часов на «Всё про всё» 60 минут «Россия глазами детей» Такой конкурс для юных живописцев организовала общественная приемная председателя партии «Единая Россия» в Севастополе Рисовали триколоры, пейзажи и памятники Соревновательной площадкой стал Дворец детского и юношеского творчества Мой любимый город Севастополь Мне больше всего нравится памятник затопленным коронатополям Затопили корабли, чтобы враг не подошел к берегу Его корабль мог навесить на корабль и сломаться И так наш Севастополь остался самым героическим городом и не подпустил к себе врагов Я нарисовала такой рисунок, потому что считаю, что российский флаг – это главная достопримечательность не только всей России Но практически во всем мире знает этот флаг Патриотическая акция получила название «Моя Россия. Виват. Российский флаг» Организаторы планировали, что конкурсантами станут исключительно школьники Однако дошколята составили достойную конкуренцию старшим товарищам Всего же участие приняли порядка 50 ребят Самый юный участник у нас 3 года, старшие дети до 15 лет Дети рисуют и передают свое отношение к своей родине, к Великой России, свою любовь И сейчас вы стали свидетелями то, как дети рисуют и насколько эти чувства открыты Вот это самое главное, вот это и есть любовь к Великой Родине России Дипломы победителям конкурса вручил заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Белик Наградили также юных спортсменов, лидеров республиканских и городских состязаний по боевому искусству Дмитрий Белик поздравил севастопольцев с днем российского флага и отметил Белокаменный был, есть и будет одним из знаковых городов Федерации А трехцветные стяги над ним никогда не опустятся Дети борются за призы, наверное, все смотрели Олимпиаду, видели, как наши спортсмены боролись за медали И причем боролись неплохо с учетом того давления, которое было на них оказано Поэтому сегодня хочется поздравить всех ребят, которые прекрасно нарисовали свои картины, свои рисунки Поздравить всех севастопольцев с днем флага России и пожелать всем всего самого хорошего На самом деле Севастополь был, есть и будет великим, большим российским, ну, великим российским городом, скажем так И всегда над Севастополем будет развиваться флаг Праздник продолжился концертной программой Ее севастопольцам подарили воспитанники Дворца детского и юношеского творчества Призеры вокальных и хореографических конкурсов Анастасия Синица, информационный канал Севастополя ПАО «Банк ВВБ» открыл новый офис в центре Севастополя Любые финансовые услуги легко, просто и с максимальным комфортом Организация работает с 1990 года Основным активом банка является доверие клиентов Подробности в сюжете Сергея Краснослободцева Восьмой по счету офис ПАО «Банк ВВБ» в городе Севастополь Открыли в самом центре по адресу Нахимова-1 Напротив Дворца детского и юношеского творчества Отделение у Приморского бульвара должно стать максимально удобным для клиентов Именно поэтому здесь особый удлиненный график работы без перерывов Банк ВВБ является универсальной и гибкой финансовой организацией Его продукты и услуги максимально адаптированы под потребности клиентов Здесь будет предоставляться комплексное обслуживание юридических и физических лиц Осуществляются все виды переводов Переводы без открытия счета Система мгновенных переводов контакта Юнистрим Для физических лиц мы предоставляем такие продукты, как депозиты, расчетно-кассовое обслуживание, валютообменные операции, кредитование, а также получение пенсии на банковскую карту В этом году банк очень активно реализует различные программы потребительского кредитования, в том числе на приобретение автотранспорта При этом он планомерно снижает ставки по кредитам и упрощает процедуру их оформления Также в банке ВВБ расширена продуктовая линейка по вкладам физлиц Например, вклады пенсионные и пенсионные льготные разработаны специально для наших пенсионеров А вклад максимальный отличается привлекательными условиями по процентной ставке Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей мы предлагаем такие продукты и услуги, как расчетно-кассовое обслуживание, депозиты, кредитование, зарплаты и дистанционное банковское обслуживание Один из первых клиентов нового отделения банка ВВБ Оксана Орлова очень довольна услугами банка, делится своими впечатлениями Удобное расположение, хороший тариф и курс замечательный, приятные сотрудницы Я уже для себя сделала выбор, мне понравилось Банк ВВБ не только оказывает качественные финансовые услуги, но и активно участвует в социальной жизни города В этом году в дар городу Севастополя нашим банкам было передано 13 комплектов игровых комплексов для установки в различных районах города А также 6 комплектов передано Севастопольскому облагочению Мы также являемся сторонниками активного образа жизни и поддерживаем спорт Так, с целью поддержки спорта номер один в городе Севастополе, парусного спорта В этом году мы выступили спонсором регаты Куба Крыма 2016 ПАО Банк ВВБ имеет лицензии Банка России на осуществление банковских операций Организация перенесла в Севастополь головной офис, что говорит о серьезных намерениях работать в нашем городе и развивать его Сергей Краснослободцев, Деливер Меджитов, информационный канал Севастополя Это была последняя информация выпуска. Всего доброго. До свидания. Ты счастлива? Субтитры подогнал «Симон»